МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привлечет 70 миллиардов рублей. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов озвучил итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. Суммы инвестиций превысят прошлогодние показатели. К примеру, Тольяттинский завод ТОАС получит более 30 миллиардов рублей. Средства пойдут на развитие бизнеса и логистических цепочек, что крайне важно в сегодняшних условиях. На форуме было подписано дополнительное соглашение о строительстве новой школы в Тольятти. Проект получит более 400 миллионов рублей. В Самаре, Тольятти и Новокубышевске проведут модернизацию сетей, что крайне важно для устойчивой работы жилищно-коммунальной инфраструктуры. Кроме того, в регионе будет построен завод по производству сжиженного природного газа и современные заправочные станции. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей. Борьба с аллергенами и придание городу опрятного вида. В Самаре завершается первый этап покоса травы. Так, на территории, закрепленной за муниципальными предприятиями, службы закончили скашивать зеленый покров площадью 584 гектара. Администрации внутригородских районов на своих территориях также практически завершили покос. Выполнено более 90% работ на площади в 1730 гектаров. Сейчас необходимо ускориться. Такое поручение городским службам на еженедельном совещании в профильном департаменте дал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Он отметил, что на некоторых городских участках трава вновь подросла. Скосить ее нужно не только для эстетического вида, но и потому, что некоторые виды аллергенной травы скоро зацветут. Покос предотвращает рост карантинных и аллергенных растений, которые в стадии цветения вызывают аллергию у населения. И, кроме того, еще это и как профилактическая мера по борьбе с клещами, поскольку попуст травы предотвращает их нахождение в зонах отдыха и рекреационных зонах. В Самаре начали приводить в порядок улицу Авроры на участке от аэродромной до промышленности. Подрядчик будет ремонтировать дорогу методом больших карт на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас специалисты занимаются фрезерованием проезжей части. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Более 37 тысяч квадратных метров проезжей части предстоит привести в порядок специалистам, которые приступили к ремонту участка от аэродромной до промышленности на улице Авроры. Эта дорога является одной из важнейших транспортных артерий мегаполиса. По ней водители попадают на Южное шоссе, к торговым центрам, дачным массивам и в один из крупнейших жилых микрорайонов. Сейчас специалисты занимаются фрезерованием магистрали по всей ширине проезжей части. Они работают преимущественно ночью, чтобы не создавать пробки в часы пик и минимизировать возможные неудобства для автомобилистов. Движение при этом полностью не перекрывается. Общественный и личный транспорт следуют по свободным полосам. Работой планируется выполнить чемпионочно-мастичной асфальтобетонной смесью ШМА-16 на полимерно-бетонном вяжущем. Работой предварительно выполняется работать по фрезерованию старого изношенного асфальтобетонного покрытия. Будет убираться кромка вдоль борта, скрываться. Будут перестанавливаться колодцы люка в уровень. И потом только начнут укладки асфальта. Из-за обильных осадков этим летом подрядчик в первую очередь ориентируется на погоду. Ведь в дождь выполнять ремонт проезжей части нельзя. Согласно графику, который составили специалисты, с фрезерованием планируется справиться к концу рабочей недели за четыре ночных смены. По состоянию на утро 21 июня 8360 квадратных метров изношенного дорожного полотна уже удалили. Подготовительные работы продолжаются, после чего дадут старт укладки нового дорожного полотна. Задействовано несколько бригад. Обновление участка от аэродромной до промышленности подрядчик намерен завершить до конца июня, если не помешает погодный фактор. За соблюдением сроков следят, но основной приоритет – качество ремонта. С этим согласны и водители, которые ждали этого события почти 10 лет. С учетом обращений горожан и технического состояния проезжей части, на которой появилась колейность и другие дефекты покрытия, было принято решение включить улицу Авроры в перечень объектов ремонта в текущем году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хорошо, что начали ремонтировать с улицы Аврора. Она уже давно пришла не в годность. И ждем с терпением, когда ее закончат. Как со стороны заказчика и МБУ дорожное хозяйство, так и со стороны общественности контроль будут вести на всех этапах. В том числе он касается качества применяемых материалов, которые в обязательном порядке подтверждаются в лабораторных условиях. Параллельно с ремонтом улицы Авроры в Самаре приводят в порядок проезжую часть на Гагарина. Как только подрядчик справится с задачей на соседнем объекте, специалисты придут на подмогу своим коллегам, чтобы усилить работу на участке от аэродромной до промышленности. К настоящему времени в Самаре силами двух генподрядчиков ремонт в рамках дорожного нацпроекта завершен на 14 объектах общей протяженностью почти 22 километра. Работами охвачены 5 объектов, участки почти в 14 километров. Андрей Горгуленко, Анатолий Головко, Николай Пифанов. События. Качели, песочница и теннисный стол. Преображение двора дома 147А Паново-Садово идет полным ходом. Работы ведутся по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Всего этим летом в промышленном районе Самары отремонтируют 11 территорий. Благоустройство возможно только при активном участии жителей. Именно они решают, как будет выглядеть обновленный двор. О новой площадке во дворе жители дома 147А Паново-Садово и мечтали давно. Старая пришла в негодность. Мечта стала возможна благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жители проголосовали за территорию и вместе с районной администрацией и подрядчиками составили дизайн-проект. Весной здесь закипела работа. По условиям муниципального контракта работы по программе комфортная городская среда у нас начались с 20 апреля. На конкретно данной территории в 20-х числах мая. Работы выполнены практически уже процентов на 60. Осталась установка малых архитектурных форм, детской игровой площадки и установка резинового покрытия. На сегодняшний день мы разобрали старое покрытие, которое здесь в советских времен была старая детская площадка, уже небезопасное детское игровое оборудование. Установили новые тротуары, подходы лестничные из плиточного покрытия. То есть эти работы на сто процентов завершены. На территории уже установили фонари, что очень радует жителей. Говорят, раньше площадка погружалась во тьму. Выложили тротуарную плитку, сделали лестницу. По периметру двора скоро появятся лавочки и урны, разобьют клумбы. На детской площадке установят качели-гнездо, песочницу, теннисный стол. А главное, сделают безопасное и для детей мягкое покрытие. Подрядчик обещает завершить работу уже до конца месяца. Площадка, которая была здесь, она, скажем так, морально и физически устарела. Мы благодарим администрацию и всех лиц, кто принимал участие и был заинтересован и продвигал проект. В промышленном районе Самары в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году ремонтируют 11 территорий на Нововокзальные, Старозагоры, Силино, Ташкентской, Фадеево, Кирово. По условиям контракта все работы будут завершены до 31 августа. Всего в областном центре новый облик этим летом получат более 55 дворов. Благоустройство территории возможно только при активном участии жителей. Именно они решают, как будет выглядеть обновленный двор. Виктория Шарая, Максим Гусев, События. Продажи по садовой книжке, подложной доверенности, дачи в охранных зонах. Как купить дачу и не быть обманутым. Подробности в сюжете Елены Чернявской. Юлия Улыбина о даче мечтала всегда. Рассказывает, что в городе шумно, воздух не такой чистый, поэтому девушка нашла тихий уголок природы, где можно получать удовольствие от отдыха. Душа у нас лежала ближе к Гранному, потому что там есть и Волга, и вблизи от города, чтобы можно было возить в сады и школы. Мы обратились в эту компанию, которая именно размежевала это большое поле. Выбрали там участок, и после этого мы оформили все через МФЦ. После этого мы уже отдельно от этой компании заказали геодезиста, который пришел, расставил нам точки, и мы начали уже строить забор. Перед покупкой земли необходимо проверить право собственности у продавца, уточнить реальные границы участка и вид его использования. Только после этого можно переходить к заключению договора, передаче денег и регистрации права. Нужно убедиться, что продавцу действительно принадлежит интересующая вас недвижимость. Для того, чтобы приобрести, вам потребуется договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается, если у нас со стороны продавца один собственник, он заключается в простой письменной форме. Если у нас несколько сособственников у продавца, то договор должен быть нотариально удостоверен. Если документы в порядке, а личность продавца не вызывает опасений, убедитесь, что размер и конфигурация участка соответствуют тому, что продавец вам показывает. Оптимально, когда в ЕГРН помимо сведений о собственнике участка содержатся и данные о его координатах. Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Все равно лучше вызвать кадастрового инженера, который выйдет на местность и покажет, как данные ЕГРН соотносятся с реальным положением дел. Я бы предостерег от приобретения земельного участка без каких-либо документов, поскольку вы лишаете себя той защищенности в случае возникновения споров с соседями, вопросов к вам от органов власти. Не дай бог, произойдут какие-то вопросы, возникнут с изъятием. Вы лишитесь возможной компенсации в отсутствии зарегистрированного права. И, в принципе, в отсутствии проустановленных документов регистрация невозможна. Еще один нюанс. Законом запрещается строить жилые дома на землях сельхозназначения. На этот счет есть уже на сегодняшний день позиции судебных органов, есть позиции контрольно-надзорных органов, которые сказали, что земельный участок подсадоводства предназначен для выращивания сельскохозяйственных культур и для организации отдыха садоводов. Поэтому организация животноводчества, разведение кроликов, кур – это, скорее всего, будет признано ненадлежащим разрешенным использованием. После подписания договора и передачи денег вы еще не стали собственником участка, напоминают специалисты. Право собственности перейдет только после государственной регистрации в ЕГРН. Поэтому не стоит откладывать обращение в МФЦ. Далее все данные будут переданы в Росреестр. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События. Выход на новые горизонты своего развития. В Думе городского округа Самара прошла стратегическая сессия женщин-депутатов Самарской области. В ней приняли участие жительницы региона, неравнодушные к социальным, экономическим и политическим вопросам. С сообществом успешных женщин, где каждая готова участвовать в решении социально-экономических задач страны, познакомилась Ольга Павлова. Они готовы на многое – обобщать лучшие практики и законодательный опыт и формировать законотворческие предложения, которые будут направлены на федеральный уровень. На стратегической сессии женщин-депутатов можно получить ответы на целый ряд вопросов. К примеру, какова роль женщины в политике и как свои идеи можно интегрировать в политический ландшафт России и СНГ. И если женщины объединяются вместе, поддерживают друг друга, и если они имеют определенное влияние, вес, например, в общественной или политической деятельности, они могут гораздо больше сделать для социально ориентированного развития общества. В рамках сессии обсуждаются перспективы развития образования, здравоохранения и региональной экономики. Для этого приглашают депутатов всех муниципальных образований региона и города. При таких объединениях и совместных встречах мы можем делиться опытом при решении проблем, насущных вопросов города. Это очень полезно. Затрагиваются и вопросы социальной сферы. Участницы стратегической сессии отмечают, женщины не боятся брать на себя ответственность в вопросах семьи и материнства и подходят к решению социальных задач грамотно. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. В России расширили программу льготной семейной ипотеки. Она будет распространяться на семьи, где до конца следующего года родится ребенок. Сейчас программой могут воспользоваться граждане, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 родился второй или последующий ребенок. Кроме того, глава государства поручил изучить возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам. Доклад на эту тему Владимир Путин ждет от премьера Михаила Мишустина до 1 октября. Также президент дал указание до 1 ноября представить предложение по льготам на перелет и на лечение для детей-инвалидов. В Госдуме планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, который ускорит процесс регистрации в России новых лекарств. Упростить процедуру предполагается за счет сокращения бюрократических процедур, перехода на электронные документы оборот, а также ускоренного вывода на рынок отдельных препаратов. Кроме того, из уже существующих лекарств предлагается извлечь дополнительную пользу, изучая неизвестные ранее позитивные побочные эффекты. Инициатива предусматривает также разработку системы разделения лекарств на две группы. В первую войдут препараты, для которых уместна стандартная регистрация. Во вторую отнесут те лекарства, которые необходимо быстро ввести на рынок в связи с обстоятельствами. Количество бюджетных мест в российских вузах в этом году выросло до 588 тысяч. Это значит, что более 64% выпускников российских школ могут претендовать на бесплатное образование, сообщили в Минобороннауке. Бюджетные места распределены с учетом потребностей экономики конкретной территории. Приоритетными направлениями стали инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные. Самарская область, по данным Федеральной службы государственной статистики, наращивает объемы производства пищевой продукции. Продукты питания и напитки изготавливают более 700 организаций. В первом квартале года производство рыбы и рыбных полуфабрикатов выросло в три раза. Масло растительного на 103%, молока на 107%, кисломолочных продуктов на 117%, хлеба и хлебобулочных изделий на 97,5%. В Самарской области реализуются региональные инвестиционные проекты, чтобы пищевые предприятия могли увеличить объемы импортозамещаемой продукции. Самый популярный самарский продукт вместо санкционного – это сыры. Фермерское сообщество региона активно включилось в процессы импортозамещения. Самару продолжают готовить к следующему отопительному сезону. С 22 июня по 2 июля пройдут гидравлические испытания 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей части верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В связи с этим ряд предприятий и организаций останутся без горячей воды. Отключения пройдут в границах следующих улиц – Советской армии, Гагарина, 22-го портсъезда, Черемшанская, Алматинская, Олимпийская, Паярово, Береговая, Проспект Кирова, улица промышленности. Во время испытаний сети будут проверять повышенным давлением теплоносителя. Граждан призывают соблюдать меры предосторожности. Горячее водоснабжение восстановят после устранения выявленных повреждений. Нашли спустя почти 80 лет. В канун начала Великой Отечественной войны на кладбище поселка Мехзавод похоронили пропавшего без вести в 41-м году красноармейца. Поисковый отряд обнаружил его останки на оборонительном рубеже переправы через Днепр. Родственники искали его все это время. На церемонии прощания побывал Сергей Кизоркин. Оружейный салют, почетный караул, поисковый отряд и родственники пропавшего без вести в 41-м году красноармейца. Останки пехотинца Владимира Ермошенкова нашли в конце апреля, а в начале мая сообщили родственникам. Внуки Владимир и Сергей побывали на месте, где смертью храбрых пал их дед. Вспоминают, бабушка до последнего ждала мужа с войны. И вот дождалась. Его похоронили рядом с ней и всеми их детьми. Нам было назначено в Смоленске. Мы приехали туда 11-го числа. По нас сводили на место гибели и показали все, как там, что там происходило. Конечно, там было это все ужасно, очень ужасно. Там нет ни одного сантиметра, чтобы где-нибудь что-нибудь лежало, какого-нибудь металла, осколков или еще что-нибудь. Я не знаю, как они там выживали. Владимир Ермошенков ушел на фронт Великой Отечественной войны из бывшего Новобуянского района. Дома в родной деревне остались жена и трое детей. Последний бой рядовой Ермошенков принял, обороняя переправу через Днепр в районе села Соловьева. Тогда ему не помог даже опыт участия в Советско-финской войне. Историки и археологи уверяют, остаться в живых на этом рубеже было практически невозможно. Тогда погибло около 100 тысяч красноармейцев. Задача у них была архиважная – обеспечить отход двух армий и беженцев. Мало того, что найти бойца, еще самое главное – попытаться узнать, кто это был боец. Найти сам медальон – это раз. И самое главное, еще удалось прочитать быстро вкладыш медальона, потому что вкладыш в верхней части сохранился достаточно хорошо. И кимистским карандашом во вкладыши солдатского медальона четко было читаемо, что это Куйбышевский область, Новобуянский район, ныне Елховский, Ермошенков. Там окончание не очень читалось, но Владимир Иванович читался достаточно хорошо. В этом году это уже второе захоронение пропавшего без вести в Великой Отечественной войне красноармейца Куйбышевской, а ныне Самарской области. В прошлом таких было шестеро. А всего на полях сражений нашли порядка 18 тысяч солдат и офицеров Красной армии. 90% – это неизвестные солдаты. При них не были найдены документы. Все ветераны уходят в последний путь за счет государства. Затем за могилами ухаживают местные администрации, так как захоронения получают статус воинских мемориалов. Их можно найти на любом городском кладбище. Это захоронение паспортизировано, поставлено на учет. Содержание этого захоронения в соответствии с законом за счет органов местного самоправления также в 2023 году планировано установку здесь памятника. Это будет все согласовываться в любом случае с родственниками, но в соответствии с законом об увековечении памяти. Неизвестных солдат тоже хоронят с почестями в братских могилах. Мемориалы, так называемые поля памяти, регулярно пополняются захоронениями несколько раз в год. В памятные даты – в День Победы, в канун начала Великой Отечественной войны и осенью – после очередного поискового сезона. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. В Самаре пройдет всероссийская акция «Лучи Победы». 24 июня в 23 часа небо над памятником Ил-2 и монументом славы осветят при помощи прожекторов, повторив точную историю парада 1945 года. Акция имеет особое значение для горожан, ведь в параде 24 июня 1945 года принимали участие около 200 жителей Куйбышева. Подробности расскажут наши корреспонденты. 24 июня 1945 года в Москве шел дождь, и в программу «Парада Победы» внесли изменения. Отменили пролет авиации над Красной площадью и демонстрацию трудящихся. Но исторически важное событие, которого ждали все, состоялось. Газеты напечатали приказ о его проведении. Телевидения не было, шла только радиопередача о прохождении парада. Затем вышел первый цветной документальный фильм о нем. Если мы почитаем газеты, они пишут о больших очередях, которые были в Куйбышеве, чтобы посмотреть этот фильм. Все стремились прикоснуться к этому триумфу, посмотреть, как это все проходило. Поэтому, конечно, куйбышцы проявили очень большой интерес к этому фильму и к этому, конечно, событию. В настоящее время известно, что в параде 24 июня 1945 года принимали участие около 200 жителей Куйбышева. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более полумиллиона наших земляков. В народное ополчение вступили 70 тысяч человек. 233 жители области стали героями Советского Союза, 36 – полными кавалерами Ордена Славы. Всероссийская акция «Лучи Победы», которая 24 июня пройдет в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести, призвана напомнить о подвиге наших соотечественников и общей победе советского народа. Парад проходил масштабно, был представлен всеми родами войск. И, конечно, вечерние события, они тоже были значимыми. Это был не только салют, праздничные салюты, но и небо Москвы осветили пять колец вокруг Кремля. Ветераны Великой Отечественной не любили дома рассказывать о военной жизни, но в Самаре хранят память о тех событиях. В школе номер 120 действует музей участников парада Победы в Москве на Красной площади, где собраны сведения о наших земляках. Город присоединился не только к акции «Лучи Победы». В Самаре пройдут и традиционные патриотические акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Акция «Лучи Победы» очень значимая наряду с такими же акциями, которые пройдут в преддверии. Это «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» пройдут в Самарской области также с 21 на 22 июня. И дальше будет у нас «Лучи Победы» 24 июня. Эти акции призваны сохранять историческую память. Присоединиться к акции «Лучи Победы» могут все желающие. Для этого 24 июня в 23 часа необходимо включить прожекторы на своих зданиях и жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом «Лучи Победы». Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Василий Колдашов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации города «Весть из Дворянской» публикует расписание работы ботанического сада. Цветущий оазис в самом центре Самары ждет посетителей в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 10 до 20 часов. Среда, санитарный день. В субботу и воскресенье ботанический сад работает с 10 до 17 часов. Оранжерея открыта в понедельник, вторник и четверг с 13 до 15.30. Администрация железнодорожного района Самары сообщает, что продолжаются работы по ремонту внутриквартального проезда в рамках проекта «Комфортная городская среда» по адресу улицы Красноармейская, 153. На данном этапе ведутся работы по планировке территории под парковку. Администрация Красноглинского района Самары показала в телеграм-канале, как благоустраивает территорию сквера у ЗАГСа в поселке Управленческий. Там завершаются работы по укладке тротуарного покрытия, пешеходных дорожек. Подрядная организация завезла земляной грунт, в дальнейшем посеют траву и высадят цветники. Все работы по обновлению территории тоже идут по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В Самаре начался прием заявок на участие в бизнес-акселераторе «Ты предприниматель». Он пройдет для молодых бизнесменов, претендующих на грант. Бесплатное обучение является обязательным этапом для получения гранта, пишет телеграм-канал администрации Кировского района Самары. Заявки на бизнес-акселератор «Ты предприниматель» принимаются до 12 июля. Стартовала первая смена военно-патриотического лагеря «Страна героев». Проект реализуется в Самаре впервые на базе молодежного центра «Лесная сказка». В программе спортивные мероприятия, преодоление туристических трасс, смелые творческие дебюты и многое-многое другое сообщает городской департамент образования. Я на этом с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!